Так, все, слава Богу. Там пишется уже, да? Да. Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. Приветствую всех, помолимся давайте, друзья. В самом начале сегодняшнего вечера помолимся, поблагодарим Бога за все и призываю к молитве также и тех, кто потом будет это видео смотреть или аудио слушать запись. Призываю Богу, милость Божью, Бог Господне благословение. Аминь. Спасибо тебе, Боже, за все. Благословен ты, Царь Вселенной. Без тебя мы ничего не можем сделать, но с тобой мы можем сделать все, Господь. Благослови нас сейчас, благослови наш этот семинар, эту встречу, вопросы, ответы какие будут. Боже Всемогущий, пусть все будет освящено Тобою, Твоим присутствием святым, Твоей благодатью, Боже, потому что мы собрались здесь во имя Твое. Аминь. Во имя Иисуса Христа, во имя Господа и для славы Твоей. Боже Всемогущий, Тебе все слава, Тебе вся честь и хвала. Боже, и в этот вечер благослови нас своим этим отцовским благословением, как любящий отец, благослови народ свой миром, всех нас, собравшихся здесь. Ты, как птица птенцов своих собрал нас, как родитель собрал нас, сыновей и дочерей своих, свою семью, благослови. Во имя Христа Иисуса. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, друзья. И как в Израиле молился Равин один, я был на служении там, в Назарете, и он молился в начале служения, сказал там русскоязычная община евреев, и он сказал так, в основном бабушки, дедушки наши все сидели, русские, украинские еврейки, и он говорил, достанем давайте телефон и помолимся. А как помолимся? Ну ладно, хорошо, достал тоже. Благословен Бог наш, давший на мобильную связь и повелевший ее отключать во время служения. И все нажали. Поэтому давайте, да, выключим наши телефоны. Вот, и у меня даже идея, у нас нет своего храма, своего помещения даже нету. Сейчас мы арендуем здесь в Киеве помещение, но я думаю, будет свой храм. Купим еще глушилку такую, чтобы не надо было делать объявление, чтобы просто была такая, как говорится, зона вне сети, вне связи. Чтобы люди все могли действительно просто, как в старые добрые времена, просто молиться и все. Спасибо тебе, Господь, за все. Сегодняшний вечер, история христианства. Ну и, конечно, Пасха на носу, что называется уже. Приближаемся к празднику Пасхи. Вот, и история церкви. История церкви – моя любимая тема. Я с этой темой, скажу так, уже не первый год живу. Почему? Потому что мне это очень сильно помогло в жизни самому. И я считаю, что это очень помогает многим верующим, эта тема. Через Писание, через Божье Слово переписываем историю, смотрим на то, что было и то, что есть. И лучше видим то, что будет. Таким образом. Аминь. Вот, и в Писании говорится, у Матфея записано 16-18. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». А в другом переводе, в более точном переводе, говорится, «И врата ада не устоят перед ней, перед церковью Божьей». Слава Богу. Так что церковь создана для вот такой даже наступательной войны, не оборонительной. Знаете ли, и церковь для победы, оружия победы, будем так говорить, не для окопной войны. И вот интересно, что каждый покаявшийся душа таким образом, да, это как бы еще на пять земли отвоеванную царство тьмы, перешедшее в царство света. Перед Пасхой хочу тоже об этом сказать как раз, потому что Пасха это в первую очередь исход. Исход из рабства, выход из рабства. Перескочить, выйти, пройти путь определенный, исход. Вот. А в Новом Завете величайшее откровение, что наша Пасха это сам Иисус Христос. Аминь. С чего начнем? Вот раз семинар такой, ну, для всех вас, да. Вот из истории церкви, что вы помните вообще? Вот. С чего, ну, с чего церковь началась вообще? Когда она родилась, церковь? С леянием Духа, с хожением Духа Сыдоби. Схождение Духа Святого в Пересятницу, да. Вторая глава, значит, книги от Деяний, да, апостолов, вот, которые можно по праву назвать Деянием Святого Духа. Действительно, да. Вот, и, вот, да, рождение церкви. Но, если еще более точнее, то она родилась на Голгофе, в крови Иисуса Христа. Мы все рождены именно там, собственно. И рождение это всегда, ну, скажу так, оно, это не красивое зрелище, будем так говорить. Значит, это не эстетичное зрелище. И роды Иисус совершал там, обливаясь кровью, и потом на Голгофском кресте он всех нас рожал, по сути, для новой жизни. И каждый спасенный человек, каждый возрожденный человек за эти две тысячи лет свое возрождение связывает именно с кровью Иисуса Христа и с его голгофскими страданиями. А в день Пятидесятницы, если точнее быть, то Дух Святой сошел уже на церковь. Собрание это облеклось силой свыше. Люди спасенные, люди возрожденные уже, они облеклись силой свыше. И уже началась действительно, это как, по аналогии с рождением, это как будто бы вот выписка уже из роддома уже. Это уже, вот, явлена была церковь, явлена была народом. Церковь была явлена всему миру. И с того времени, со дня Пятидесятницы, началось победоносное шествие Церкви Божьей. Слава Богу! Что еще из истории Церкви? Вот о ранней Церкви, что вы знаете? Что помните о ранней Церкви? О древней Церкви? Апостольской Церкви. Апостольская Церковь, да, вот. Что были единые они. Да. Одной общиной было, было всеобщее, были единственные. О, да, да. В общении, в дарах Духа Святого. Да, Церковь Первых Веков была очень одаревна, одарована, на самом деле, одарована. Она была такой харизматичной очень церковью, то есть, в дарах Духа Святого, действительно. И Церковь Божья развивалась в Римской империи, да. Вот, кстати, о той древней Церкви, вот, можно и даже по фильмам немного ориентироваться. Вот, кто читает литературу, то по книгам некоторым можно художественным ориентироваться. Но, конечно, да, по житиям святых, вот, изучают в православии, в католицизме, допустим, ту эпоху. Ну, время первых трех столетий, да, это было время и гонений, такой очень непростой период. Одним словом, первых триста лет Церковь прожила очень непростой такой период в своей истории. Чаще всего наших с вами тогда вот братьев старших, да, и сестер преследовали в Римской империи, чаще всего. Не всегда, но чаще всего так было. Но Церковь выстояла, и исторически, когда Церковь родилась, вот, да, это 30-й год нашей эры, исторически. И до 313 года считается это время, вот, раннее христианство называется, раннее Церковь. И это время, в основном, было время гонений, чаще всего время репрессий. Особенно вот как раз вот перед вот этой свободой самой, которая наступила в 313 году для христиан. То есть христиане до 313 года, христиане были чаще всего гонимы религией, запрещенной религией в Римской империи. Или же иногда терпимой религией, ну, допустимой религией, как бы, иногда. Но в 313 году нашей эры, вот, произошло такое изменение. Христианство стало и негонимой, и нетерпимой религией, а стало государственной религией. Перешло в такой VIP, такой класс, будем так говорить, тогдашней религиозной Римской империи. То есть были религии в Римской империи запрещенные, к ним относилось чаще всего христианство, были разрешены, одобрены, ну, такие терпимые, их было множество в Римской империи. Вот в этом разряде тоже часто было христианство, первых 300 лет. Но никогда христианство не было вот в первом классе, вот именно в том, где, значит, эти религии назывались католические религии. То есть от слова католикос, значит, это вселенское, универсальное, всеобщее. То есть это религии, которые пользовались бюджетными деньгами, которые все служители этих религий, которые относились к католическим религиям, они были свободны от всех налогов. Все здания строились, ремонтировались культовые за счет государственных бюджетных денег, налогоплательщиков. И эти религии были обязательными. То есть любой гражданин Римской империи знал об этих религиях, и они были, ну, в каждом более или менее большом городе были храмы этих религий. И вот, в общем-то, вот к этому классу, допустим, культ Зевса, культ бога Митры относился тоже к этим католическим религиям в древности. Вот в этот класс перешло христианство. В 313 году это было при Константине Великом. Ладно, я, значит, у нас мало времени, я скажу так, что вот до 313 года, пока церковь была гонима, да, не государственная церковь, проблем таких сильных страшных вероучительных в христианстве не наблюдалось. Но вот с того момента, когда появились деньги и власть, все пошло наперекосяк. Когда под политику, когда христианство вошло в эту систему римскую, которая называется цезарепапизм. Цезарепапизм. Слышали такое слово, нет? Цезарь, ну, цезарь это царь, 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 цезарь. Вот, папос. Цезарь это светская власть, как бы, папос это, значит, духовная власть. Значит, и цезарепапизм это система такая, взаимоотношения церкви и государства, религии вообще, не только церкви, вообще религии и государства, когда государство управляет этой религиозной системой всей. И религия или церковь, да, становится послушным инструментом в руках силы мира сего. То есть, уже, понимаете ли, как Иисус говорил, цезарю цезарев, да, кесаре кесарево, да, а богу божье. А когда система цезарепапизма, тогда уже цезарю и божье, и кесарево, все воздается. По сути, вот такая система. Ну, в Риме это было нормально, в древнем. Допустим, каждый император римский, он был и главою этих католических религий. Он был верховным понтификом, как бы, ну, два в одном, и светский правитель, и религиозный правитель, будем так говорить, над своими подданными. Вот, и вот эти католические религии, допустим, метроизм, допустим, в глубокой древности еще, когда он не был католической религией, это была религия, пришедшая с Востока, набиравшая популярность все больше и больше на Востоке, потом и на Западе. И когда она стала очень популярна во всей империи, то ее провозгласили католической, по-моему, во втором столетии. И римские императоры себя тут же провозгласили верховными понтификами этого бога Дмитры. И они стали и царями, и патриархами в одном. Но это делалось умышленно. И вот, и Константин, и Ликини, два императора, они провозгласили христианство вот такой очередной католической религии. Но дело пошло не совсем так, как, может, вначале мыслилось. Последователи Константина, они замыслили христианство уже сделать не просто одной из католических религий, а единственную католическую религию. Понимаете ли, исключительную религию, одну религию для всех. Одним словом, вот с того времени началась история христианства совсем другая, вообще другая. Сегодня, допустим, вот в наши дни, да, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, как говорится, да, в наши дни порой верующие, вот, допустим, приходя к вере, да, изучая слово Божье, порой за голову хватается. Как же так? Почему, допустим, вот, ну, читаешь Библию, там, как бы, одна вера, как бы, да, значит, смотришь на христианство, да, окружающее, мы видим совсем, как бы, совсем иное вообще, порой и по форме, и по содержанию, и по всему. И по духу даже порой иное. И порой за голову хватаются люди и говорят, откуда это все вообще, почему так? Откуда все это появилось? Есть даже такая книга, такая, одного баптистского проповедника, она так называется, Звитки в сердце съявилась, значит, он написал эту книгу, как бы, и задался таким протестант вопросом, почему, откуда все это появилось в христианстве, то, что христианским изначально вообще не являлось даже. И вот это смешание христианства с язычеством, это было вопросом времени, но был ярко выраженный политический заказ. Вот почему я на этом внимание ваше застрел. Был ярко выраженный политический заказ на смешание христианства с язычеством. Потому что императоры-государи хотели в христианстве, если христианство уже будет одной религии на всех, то в нем, в христианстве, императоры хотели и не только императоры, но и вся вот эта вот сильные века сего, будем договорить, хотели видеть как можно больше элементов своих национальных, традиционных религий, старых языческих религий, оккультизма и прочих, прочих, прочих. То есть был политический заказ на смешание христианства с язычеством. И, в общем-то, был вопрос времени, это смешание. И вот началось с 4-го столетия такое постепенное смешание с язычеством. Появились, в общем-то, многие разные странные учения, многие традиции. Допустим, в христианство пришло то же самое, что когда-то очень сильно истребляло даже, приносило проклятия в народ израильский. Многобожие, идолопоклонство, религиозный оккультизм и много всего. Постепенно стало переходить. И Иисус, Он уходил из поля зрения христиан. И, как ни странно, но рождалась другая система христианства, в котором Иисусу места оставалось ничтожно мало вообще. И так продолжалось очень много столетий, к сожалению. Все дальше и дальше. Больше и больше. А дальше, как говорится, чем дальше в лес, тем злее партизаны. Или дальше в лес, значит, больше дров. Дело в том, что действительно со временем много беды появилось в христианстве. Вот через это. Началась эпоха Великой деформации христианства. Вот в прошлом году, ну, больше или меньше, весь христианский мир, да, отмечал 500-летие, сзади начала Великой Реформации. Или 500-летие Реформации, говорили тогда. Да, Р-500, под эгидой Р-500 много событий в Киеве и по всей Украине проходило. Да и по всему миру, так или иначе, вспоминали события Великой Реформации. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, 5 столетий назад действительно началась новая эпоха. Эпоха Великой Реформации христианства. Но до того была эпоха Великой деформации мирового христианства. Деградация. Деформация – это порча, это отступление, это разрушение. Ре-формация, само слово ре-формация означает возрождение, восстановление, покаяние, исправление, работа над ошибками, восстановление изначального проекта. И, в общем-то, если по Библии, вот, ну, все вы знаете слово Божье, да, что Библия говорит нам о Церкви как о Царстве Божьем, как о Храме Божьем. Да, это действительно так. И апостол Павел, хочу напомнить вам стихи из послания Коринфянам. Первый Коринфянам, 3.11. Написано, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Аминь. Одно основание. И дальше описываются различные строительные материалы, которыми строится Царство Божье, Церковь Божья, которыми строится христианство вот каждого верующего. Различные строительные материалы. Там описывается и, конечно, и сено солома, там говорится и о дереве, там говорится и о золоте серебре, там говорится и о камнях драгоценных. То есть все строят по-разному. Основание, фундамент один, но строительные материалы у христиан и в разных конфессиях, динаминациях, и в личном христианстве каждого верующего строительные материалы очень различны. Очень различны. Строят ли кто на этом основании? И золото, селебра, камни драгоценных, дерево, сено, соломы. Вот эти материалы перечисляются апостолом Павлом. Дальше говорится, что дело каждого будет испытано, каково оно есть. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Но, впрочем, говорит, сам спасется, но так, как будто бы из огня. А, говорит, у кого дело устоит, тот получит награду. И в 16 стихе той же самой главы продолжается мысль. Там потрясающее утверждение есть. Знаменитый 3.16. Да, вот, как вот Иоанна, есть 3.16. Это золотой стих Библии, мы говорим, да? Все вместе давайте назовем этот стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Вот этот золотой стих. Христиане обычно разных церквей, конфессий, динаминаций знают, но за Бог. Это прекрасно, потому что это стих, ключ, будем договорить, ко всем писаниям. Ключ к пониманию Нового Завета однозначно, да и всей Библии, так или иначе. Слава Богу. Поэтому даже и у себя в церкви я тоже говорю порой людям, что вот если уразумеем вот это Иоанна 3.16, да, то уразумеем, поймем именно действительно, ну так или иначе, всю Библию, все писания священные. Вот. А есть 1 Коринфянам 3.16. Это золотой стих экклезиологии. Экклезиология, экклезия, да, церковь. Ну и учение, будем договорить. Учение о церкви. Экклезиология, понимание церкви. Учение о церкви. Так вот, и там говорится 1 Коринфянам 3.16. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? То есть, мы храм Божий. И говорится, что мы как живые камни в этой стройке тысячелетий. Так что поздравляю, братья, сестры. Стройка продолжается. Стройка двух тысячелетий. Основанием является сам Иисус Христос. Куполом, завершением этого храма, главою является сам Иисус Христос. И все это сооружение называется его телом. Его храмом, святым в Господе. Из живых камней. Как бы многоклеточный организм из живых клеток состоящий. И в каждой клеточке ДНК. Там написано ДНК Иисуса Христа. Вот так вот. Это третий храм. Был, ну мы, если в истории библейской мы видим, переносной храм, Скиния мы ее называем, да. Значит, потом мы видим уже Соломон, да, праведный. Он построил храм Господу, который потом впоследствии, к сожалению, по грехам нашим был разрушен. В Библии об этом очень подробно рассказывается. Как это все происходило, несчастье. Потом было изгнание, плен, позор. Потом было пробуждение, покаяние. Не такое быстрое, но возвращение, постепенное возвращение. И отстраивали тот храм. Мы его называем уже вторым храмом. Правда, старики, которые помнили еще пацанами, помнили тот первый храм, когда видели сооружение этого второго храма, они плакали. Потому что они, ну, ни в какое сравнение не шло. То величие, какое было, и то, что мы построили тогда. Одним словом, второй храм, он был очень и весьма-весьма скромен, по сравнению с тем, что было первым построено Соломоном. Хотя, постепенно, знаете ли, строили, строили. Евреи приносили туда богатство народов. Постепенно храм отстраивался. И ко времени прихода Машиаха, ко времени Рождества Христа, Рождества Христова, этот храм был отстроен, уже считают, не хуже, чем при Соломоне. Даже некоторые считают, даже в чем-то даже и превосходящий Соломонов храм. То есть, второй храм, ко времени пришествия Машиаха, он стал великолепным храмом. Ну, и, конечно, один из тиранов, который вложил уйму денег в эту реконструкцию храма, это был тот самый Ирод. Имя нарицательное уже стало. Вот, знаете ли, да. Хотя, как бы, человек делал себе имя такими стройками. Вот, и Акведуки, и, значит, много построек замечательных, и крепостей, значит, и вот. Но, конечно, своим главным шедевром он считал этот огромный храм. Храм был перестраиваем, дворы были перестроены, ворота, огромные ворота, циклопские ворота были построены. Представляете, какая высота была? Двустворчатые врата были построены, поставлены. Огромнейшей высоты. Знаете, какая высота была? Значит, 20 метров. Это циклопские многоэтажка. Представьте, стоит циклопские ворота. Тонны золота, серебра на этих вратах. Это просто уму непостижимое убранство было. И действительно, ну, Ирод считал, он сделал себе имя на века. Ну, правда, храм недолго после того просуществовал. Чем больше внешне украшали его, тем больше беззакония на беззаконие, будем так говорить, ну, нет ничего нового под солнцем, как бы. В принципе, оно всегда так фактически, знаете ли. Да. Почему-то так. Но, ладно. И вот, ко времени пришествия Христа храм тут, он, конечно, красовался. Прекрасный храм. Но Иисуса даже хотели, ну, как бы, развеселить или, как бы, потешить его ученики. Вот, посмотри, какой храм, какие здания, камни, какие. Посмотри. Это ж шедевр, это ж чудо света. В древнем мире его бы назвали чудом света, но просто из-за такого антисемитизма, как бы, вот, как бы чудом света не назвали. А так, действительно, древние считали чудом света. Приходили туда и смотрели, и удивлялись. Но Мессия не радовался этому чуду, Юду. Отгрохали, конечно, на славу, но это было началом позора. Это, понимаете ли, народ уже к тому времени многие обнищали евреев. На фоне обнищания самых широких масс, как говорится, трудящихся, эта стройка, она выглядела, понимаете ли, ну, по меньшей мере, не очень красиво. Тем более, Израиль был под оккупацией, очень жесткой римской оккупацией. Оккупационные войска, власти, они, в общем-то, особенно не церемонились. И на фоне всего этого строить такое вот чудо было, знаете ли, ну, по меньшей мере, многим было понятно, это некрасиво. Даже доходило до того, что некоторые направления иудаизма считали это отступлением уже, отступничеством. Ну, допустим, вот эти самые зелоты, ну, такие крайние, такие вот радикалы такие, знаете ли, вот такой правосектор еврейский такой был такой, тогда вот. Вот зелоты их называли. Вот они хотели добиться освобождения своей рукою. Вот, хотя многие из них были люди религиозные, даже в команде Иисуса были зелоты, да, вот такие были, крайние правы, патриоты такие были. Вот, и Иисус, кстати, обличал и фарисеев, и судукеев, да, и книжников, но зелотов не обличал. Вот, интересно, потому что, ну, наверное, потому что их в лицемерии было трудно обличить, потому что они были очень искренние люди, вот, знаете ли, и они, как бы, и многие из них действительно платили цену в своей жизни, вот, за Израиль, за независимость Израиля. Они мечтали видеть Израиль свободным снова и библейски очищенным, вот. Вот, да, и другая была фракция, другая крайняя фракция была в иудаизме, их Иисус тоже не обличал, кстати, ни разу, ни полсловом не обличил, даже наоборот, по всей вероятности являлся во многом их сторонником тоже. Это были и есеи, другая крайняя такая фракция, это были очень религиозные, как правило, люди такие, которые, опять-таки, видя вот все это мерзость происходящего, они считали, что иудаизм переживает глубочайший кризис. Ладно, я расскажу, вот, Иисус говорил, помните, ученикам, на вопрос, где нам Пасху приготовить, последнюю Пасху, да, он сказал, вот, идите в город и вы увидите такое знамение, да, увидите мужчину, несущего воду, вот, и за ним проследите, куда он придет, и в этом доме найдите хозяина и скажите, и спросите у него, где приготовить Пасху, а дальше все увидите сами. Вот, конечно, в то время мужчины, несущие воду, это было, ну, больше, чем даже редкость, это было невозможным делом, вот, это не было нарушением Торы, но многие правила тогдашние старцев, они приравнивались к Слову Божьему, будем договорить имя, и считалось грехом во всех направлениях тогдашнего иудаизма, кроме и есеев, это считалось грехом. И если бы, допустим, в каком-то городе мужчина пошел бы, значит, с водоносом, да, по воду, то его бы, ну, его бы все засмеяли бы, вот, значит, и это не просто смеяли бы, а его бы отлучили бы, значит, и, в общем-то, его бы, никто бы ему руки не подавал бы, вот, поэтому, значит, как-то так, но и есеев воду таскали, вот, демонстрируя, что это не нарушение Торы, не нарушение Слова Божьего, это суеверие, вот. Вот, ну, у нас тоже обычно, да, несогали воду, да, коромысла, знаете, тоже, в общем-то, Иванка не нес воду, да, значит, а Галя несла воду, вот так вот, тоже, ну, считал женской работой. Но в иудаизме просто это было доведено до крайности, до уровня, как бы, греха, как бы, и, значит, против Бога греха, вот, на самом деле это не было грехом против Бога, но ученики, конечно, пошли, хотя это было, ну, в то время очень странно, это, как бы, летом, допустим, да, на пляже, там, валенках с лыжами человека, допустим, да, вот, как бы, вы увидели бы, вот, но, можно, но это очень редко бывает. И вот, они пришли и увидели, действительно, вот, такого мужчину странного, за ним проследили, куда он пришел, и они к хозяину обратились и сказали, что нам нужно приготовить Пасху, и их ждал второй шок. А все уже готово, посмотрите, застелена горница, как? Весь Израиль только собирается готовиться, а вы уже приготовились, почему? А Иесеи, вот эта секта Иесейская, они делали все заранее, приготовляли все, поэтому это явное указание на то, что Иисус был близок, знаком с этими, такими, полуконспиративными, такими квартирами, Иесейскими, где собирались те евреи, которые, вот, ну, будем так говорить, сторонились всего остального. Ладно, я, как бы, вас вглубь истории такой, хотя перед Пасхой интересно, наверное, узнать об этом, слушайте. Вот, и там собрались, ну, мужчины, да, вот, 13 голодных мужчин, да, Иисус и 12 апостолов, плюс еще хозяин дома, значит, тот мужчина, что у него с воду, ну, может, кто-то еще там был у них там в доме. Одним словом, ну, хотя обычно на картинах рисуют только 12 учеников с Иисусом, ну, там, скорее, ну, хозяин дома не мог отказаться быть там, на этом, тем более, предоставляя помещение для седера, для пасхального седера этого ужина. Он обязан просто был быть там, значит, и его домочадцы были обязаны быть там, по крайней мере, значит, и, ну, все, кто собрались там, значит, барашка уговорили за ужином, вот, значит, потому что по писанию там, да, положено было, значит, заколать его, значит, и кушать его. Раз это была конспиративная квартира и есейская, значит, они совершали пасхальный седер пораньше, вот почему, это что, почему я, и все и объясняется, почему прежде, чем в Израиле во всем остальном начиналось жертвопоношение барашков, они уже откушали уже, вот, значит, и уже воспев, взошли на горы уже. То есть, перепсалмы, халель, халилюях, вот это вот, значит, псалмы, подписанные халилюя, аллилюях, значит, это псалмы со 111 по 115 псалмы, которые нараспев поют, как раз, на Пасху. Вот, и сколько бокалов наливается, ну, на Пасхальном седере что, самое главное, это вино, да, хлеб, пресный хлеб, опресники, горькая трава, мясо, конечно, какой еврейский праздник без мяса, значит, вот, как бы, тем более, там, значит, да, барашка надо было уговорить за ужином, значит, и, ну, что и было сделано. И там нельзя было его, значит, варить, надо было его именно на огне испечь, запекать, ну, шашлык, я имею в виду, шашлык, да, вот, значит, да, значит, вот такой хороший, пасхальный такой, хороший ужин, вот, всеночный такой. Ну, по крайней мере, считается, до часу ночи точно он должен был продолжаться, значит, можно даже было позже. Так вот, и, ну, по нашему времени с 9 до часу ночи, примерно, вот это время, как раз вот этого пиршества, будем так говорить. И, значит, первый бокал, там должен быть тамада свой, ну, как бы, тот, кто поднимает бокалы и произносит тосты. Значит, по описанию, значит, кстати, книга «Исход», 6 глава, 6 стих, 7 и 8 стихи. Вот по этим стихам поднимаются тосты. Первый тост поднимается на бокал первый, чаша первая, что, ну, элементарно, да, что мы вышли из Египта. В общем-то, этому посвящен весь ужин, собственно, это тема всего ужина. Первый, что мы не рабы. А второй бокал, потом уже, потом едем мацу, да, горькие травы, значит, ну, и, там, карпас, там, все, что мы приготовили, короче, уже к этому. Ну, там есть определенный набор, будем так, уже, уже веками сложившийся уже чин определенный. Хотя современный еврейский обряд традиционный, седора, он уже средневекового такого происхождения, то есть, это уже, как бы, немного иное. На современном пасхальном седоре, там присутствуешь, если то, встаешь с легким чувством голода, будем так говорить. Там больше все в символах, знаете ли, так вот, понемножечку. Вот, значит, а там, как бы, изначально полагалось, ну, поесть было от души. Вот, вот, особенно мясо. Вот, значит, и даже там в Библии же говорится, что, если, допустим, семья этого, ну, годовалого козленка или барашка не уговорят, то надо было, а ведь надо было до утра все съесть. Хочешь, не хочешь, хоть лопни, но он должен доесть все это. Потому что все, что было, если что осталось, допустим, да, так получилось, значит, а по еврейской традиции считается, нам было все доедать вообще, ничего, не оставлять ничего. Ну, хотя бы понадкусывать, хотя бы, знаете, вот. Но, что осталось, надо было все это сжечь. Ну, представьте, ну, вот так вот, такой устав. Вот, значит, поэтому, если семья маленькая, она должна была с другой семьей объединиться, чтобы вместе в складчину, как бы, значит, проще было все это съесть. И вот, второй бокал поднимался за то, что Египет вышел из нас. То есть, первый бокал, что мы вышли из Египта, а второй, что Египет вышел из нас. Первый, мы не рабы, потом второй, рабы не мы. Вот именно, что освобожу вас от образа мышления раба. Так можно перевести то, что написано в исходе 6.6. То есть, первое говорится о физическом выходе, в первой части этого стиха, а дальнейшее повествование говорится в буквальном, в синодальном переводе там непонятно. Вроде одно и то же повторяется. Но в оригинальном тексте там принципиальная разница в том, что говорится о том, что Египет выходит из нас. То есть, мы освобождаемся от образа мышления раба. А это еще более сложный процесс, господа. Помните этот Чарльз Перджин, король проповедников его называют, златоуст протестантский такой, в Англии был в 19 веке. Он интересно говорил, что 40 дней надо было Всевышнему Богу, чтобы нас вывезти из Египта. Но 40 лет понадобилось ему, чтобы Египет вывезти из нас. Представляете, да, вот этот процесс. И вот второй бокал, он поднимается именно в знак того, что, значит, да, Египет вышел из нас. Мы свободны от образа мышления раба, от образа мышления египетского материалистического, оккультного сознания этого. Это очень серьезный процесс. Потом опять едим мясо, значит, там, и горькие травы эти. Там соленая вода присутствует на столе. Это знак слез наших, которые пролили мы в рабстве. И в Талмуде даже говорится интересно такое выражение, что каждый участник этого пасхального ужина, этого селера, должен есть его так, как будто он сам вышел из Египта, переживая это снова и снова в своей жизни. Интересно очень. Вот, и, конечно, одна из главных заповедей – рассказывать об этом. Мы должны говорить об этом друг другу, рассказывать, особенно если есть за столом дети, то это превращается еще и в такой вопрос-ответ и как бы в интересные истории такое. Ну ладно, потом опять мы, то есть третий бокал, третья чаша, она, третий тост, когда поднимается, вот в процессе вот этого ужина, значит, то третий тост поднимается о чудесах и знамениях Всевышнего Бога. Мы вспоминаем обычно за столом, когда мы проводим седр, то мы говорим о чудесах, о тех казнях египетских даже, да, вот, которые произошли там. Как десять карп таких свыше обрушилось на эту страну, которая, ну, можно так назвать, золотой век оккультизма, будем так представлял собой. И эта страна, именовавшая себя царством света, в духовном плане, она была царством тьмы. И Бог поразил эту страну, и поразил, конечно, значит, египтян, и поразил, в смысле, удивил евреев, чрезвычайно этими чудесами, потому что эти чудеса имели цель двойную. С одной стороны, кара Египту, а вторая, это произвести шоковую такую терапию для евреев самих, чтобы освободить их от того, потому что большинство евреев того времени они ассимилировали, они, собственно, они стали такими же язычниками. Им нужно было, их нужно было вырвать из этого бесовского, этого мрака. И чтобы это совершить, необходима была такая вот шоковая терапия. И многим евреям это было как новое рождение, действительно. А так и говорят, что это рождение народа было. Вот так вот, интересно, день рождения. Ну ладно, и даже эти вот казни со схватками перед родами даже сравнивают многие богословы еврейские, древние. Очень интересная история. Но мы говорим не только об этих чудесах. За столом во время третьего тоста мы называем также и вот эти чудеса, когда море перед нами раступилось, и мы прошли по суше, по дну морскому как по суше прошли. А египтяне на это покусились и были потоплены. Да, коня и всадника видели мы на берегу моря. И стали женщины ликовать, и стали все молиться, Бога благодарить. Есть такое еврейское предание интересное, оно тоже записано вот в этих историях. Что когда мы увидели коня и всадника, вот тех вот палачей наших, которые мчали за нами, чтобы убивать явно. И увидели их трупы, то изначально народ очень сильно возрадовался, стал ликовать. Но в это время сошли ангелы Господни, посланники Всевышнего. И они сказали, попросили людей не так сильно радоваться. Почему удивились люди? Мы победили, враги мертвы. И ангелы объяснили им политику Небесного Отца. Они сказали, что Бог любит вообще-то всех. И это тоже его дети, это тоже те, о ком он переживает. И сейчас небо плачет об этих погибших египтянах и конях, и всех. И тогда евреи стали и радоваться, и плакать одновременно. Говорят так. Поэтому праздник со слезами на глазах, это в общем-то о еврейском как раз вот этом Пасхе, библейском празднике Пасхе. И по традиции считается даже, что именно тогда родилась эта песня, или же идея этой песни, или же куплет этой песни первой. Ну она в принципе повторяющаяся куплета, с небольшим очень даже там отклонением некоторых слов. Мы приветствуем вас, ангелы Господни, посланники Всевышнего. Говорится в этой песне, потом говорится, что приходите с миром, ангелы Господни, посланники Всевышнего. Потом говорится, ну оставайтесь здесь с миром, с нами, да. Потом говорится, ну и уходите с миром, также посланники Всевышнего. Да, значит, такая трогательная песня, обычно ее в еврейской традиции мы поем в пятницу вечером, как раз, значит, в субботу, шаббат. Да, вот, и она тоже воспоминает, как раз, она такая немного печальная эта песня, потому что ангелы приходят не всегда с хорошими новостями, во-первых. Да, во-вторых, это есть действительно служебные духи, действительно, и которые так или иначе выполняют волю Всевышнего Бога. Вот, ну а в-третьих, здесь есть еще указание там на духовный мир как таковой, и когда мы празднуем, ликуем, да, то Божий, духовный мир, Он с нами празднует. Ладно, это я уже пошел в такую тему, мне очень нравится эта тема просто перед Пасхой, тем более это... Четвертый тост, я расскажу, покороче, наверное, четвертый тост, потом, он уже не совсем пасхальный, он как бы уже воспоминает собой события сразу после того, произошедшие. Шевод, Пятидесятница, когда Бог даровал Тору, когда Бог дал, значит, заповеди. И поэтому четвертый тост называется, как бы еще, Бога усыновления тост, что Он не просто нас вывел из Египта, из рабства, а Он нас принял к себе. Вот так вот. Ну и пятый бокал, в традиционном, он наливается всегда, исполнение, но до Иисуса Его никто никогда не поднимал. Пятый бокал, чаша, это вот пятая, она оставалась всегда на столе, и когда гости расходились все, вот эта чаша, она оставалась на столе напоминанием о будущем грядущем царстве Машеха, царстве Мессии. Сейчас она называется обычно чашей Ильяху, Ильи, пророка, а она изначально называлась чашей Машеха, чашей Христа. И вот Иешуа, Иисус, Он взял эту чашу, после вечера, когда все было съедено, выпито, и Он поднял эту чашу. То, что до Него никто не делал никогда. И Он сказал, мое королевство началось, мое царство наступило, сияет в чашей новый завет в моей крови, слава Богу. В историческом христианстве действительно много за эти столетия произошло событий, но вот воспоминания о том начале, истоке нашей вообще церкви, христианства, всего, я думаю, что очень весьма поучительно, потому что вот эпоха, я говорил в древности, деформации, потом началась эпоха реформации. Знаете ли, церковь порой, если сравнивать, вот как в Библии, со стройплощадкой, со строительством храма, третьего храма уже, третий храм, мы живем в эпоху третьего храма этого, который строится из живых камней уже два тысячелетия, друзья. И порой эта стройка превращалась в долгострой, порой она превращалась просто в что-то очень страшное, даже скажу так. Казалось, уже проще разрушить и построить Сызнова. Знаете, вот если, допустим, какой-то объект строили, да, и потом строили, строили, запустили, уже там все выросло, проросло, что-то, значит, там что-то стащили, что-то разрушилось, уже придешь, посмотришь, уже проще технику вызвать, все это снести и Сызнова все построить, да. И дешевле будет, и вот действительно, порой казалось, и читаешь историю церкви, казалось, уже все, плюнь уже, снеси это все и строй Сызнова. Но у Бога не такой план, у Него не такой план. Действительно, хотя все, казалось, уже разрушается и долгострой, и все как бы пришло в негодство, в негодность, но время от времени там, на вот этом объекте, казалось бы, запущенном, заброшенном, время от времени появлялись, да и в каждом поколении появлялись какие-то деятели, появлялись какие-то личности, которые говорили, нет, эта стройка, она продолжается. Иисус говорил, даже если двое или трое во имя Мое собрано, там Я посреди них, даже если два или три человека, Иисус говорит, уже стройка идет. Пусть это даже один кирпичик в сутки, но это уже что-то есть уже. И знаете ли, пять столетий назад на этой стройке вновь закипела работа. Нашелся такой прораб Мартин Лютер, Кальвин, Цвингли, Аннабаптисты, появилось вдруг столько деятелей, на стройке вновь закипела работа. Правда, поначалу эти строители чаще всего ломали, но и действительно приходилось сломать, чтобы много пришло в такую негодность, что уже представляло собой угрозу безопасности всему этому сооружению. И изначальный проект божий, знаете ли, Мартин Лютер обнаружил для себя, так мы не достроим вообще, проект утвержденный, он совсем иной вообще, здесь другие господи, здесь вообще все. Что ж мы делали вообще? Со стройки все растащили. Вот это да. И короче, Лютер и другие товарищи, они взялись за работу, стали много что ломать и стали строить, как многим казалось, вообще что-то новое. Но и Лютер и другие там сотоварищи говорили, нет, мы строим не новое, это хорошо забытые старые. Поэтому они не новую религию начинали, они говорили, мы возвращаемся к тому, что изначально было утверждено самим Господом Богом, к его проекту, потому что он хочет видеть совершенно иное. Церковь его, это не просто наша церковь, это его церковь. Слава Богу! Так вот, время реформации, пять столетий минуло. Сегодня мы действительно вот за это время говорим, что действительно много что изменилось в церкви, возродились многие учения, многие понимания и в разных конфессиях, динаминациях сегодня вот, ну скажу так, большая часть библейских учений, пониманий, оно вновь вот существует. Из небытия как будто бы возродились. Удивительно, слава Богу! Да, и реформация, я повторяю, это не выдумывание чего-то нового, это возвращение хорошо забытому старому к основанию, к фундаменту веры, к тому, с чего мы отпадали. Как было в библейской истории, да, помните тоже, да, были там, допустим, какие-то цари-отступники, да, и приходили проклятия, разрушения, высоты, дубравы и прочие мерзости. Вот, и евреи пришли от Господа в сторону, но, знаете ли, потом приходили благочестивые правители, начиналось покаяние такое, исправление, и снова было восстановление Бога почитания истинного. Есть еврейское слово тшува, его переводят как покаяние, но вообще слово тшува еврейское означает именно возвращение, возвращение. Возвращение, прийти в себя, очухался, пришел в себя, да, это уже тшува. Вернуться к Богу, к Создателю, быть им принятым, это все тшува. И вот, действительно, время вот этого периода реформации, это время тшувы, время покаяния, время исправления, время, ну, возвращения к нашему небесному Отцу. Да, ну, а по поводу эпохи деформации или уже реформации нынешней эпохи, знаете, ну, там очень много, конечно, вопросов. Ну, большинство проблем, почти все проблемы, вот, я так понял, христианские, эпоха, допустим, деформации, да, они из-за того, что, ну, как написано, непослушание Слову Божьему одним словом. Знаете, вот, когда церковь, она непослушна Христу, и помните книгу «Песни песней», «Шир Гаширим», да, называется она «Шир», перевелись, не пейте, пейте, «Шир», «Шир Гаширим», «Песни песней», вот, то есть, в книге «Все книг», да, есть «Песни всех песней», это «Песни любви». И в этой «Песни всех песней» есть стих всех стихов, вот, как мы говорим, золотой стих. Дело в том, что, вот, я, мы вначале сам, да, провозглашали Иоанна 3,16, золотой стих Библии, новозаветный стих. Но до того, как пришел Машеах, до рождения его, до Рождества, до нашей эры, как мы говорим, тоже мудрецы вопрос такой же им задавали. Какой стих есть стих всех стихов? Золотой стих, через который можно было бы открыть для себя все писания, Тору, пророков, пониманию ко всем еврейским писаниям. И, интересно, провокационно этот же вопрос задали, один и тот же вопрос задали двум разным школам, которые между собой постоянно спорили. Которые даже по пустякам, по обрядам, по мелочам между собой конфликтовали. Школа Гелеля и школа Шамая, две разных школы иудаизма, ну, это как раз вот перед пришествием Христа две главных школы иудаизма. Я не говорю про секты, про направления, а говорю про школы, вероучения. Две разных системы перед пришествием Христа было. Вот, и они между собой постоянно спорили. Ну, доходило до такого даже, немного смешного даже. Допустим, на Хануку, вот, в школе Гелеля, там как принято, ну, как до сих пор в иудаизме современном, ортодоксальном, традиционном и мессианском тоже. В первый день в Хануке зажигается одна свеча, допустим, да, во второй день две уже горят, в третьей там три. И так все восемь дней праздника, и в конце уже хануки, миноры ханукальные уже полностью горящие, всех девять свечей там, шамаш этот и восемь свечей горящие или лампад. А в школе Шамая обратный процесс был, они делали все по-другому. В первый день вся минора горела, потом тушили одну свечу, потом третью, там и дальше. И в последний день праздника горел только шамаш и последняя свеча, все. У них такая была традиция, допустим. Вот. Но самое интересное, то есть вы понимаете, что это школы, которые между собой всегда во всем противоречили. Но самое интересное, удивительный феномен. Именно в этом вопросе они, не сговариваясь, пришли к одному и тому же мнению. Это был редчайший случай, уникальнейший случай. Ну, одним словом, в Израиле об этом говорили все, кому не лень. Потому что это был редчайший случай согласия обоих школ в одном стихе. Значит, этот стих, они, то есть я, да, они, ледоди, ведоди, ли. В русском исчислении, в переводе синатально написано, я принадлежу, или я собственность возлюбленного моего, а возлюбленный мой, моя собственность, он мой. Я ему принадлежу, он мне принадлежит. Это в шестом разделе, шестая глава, третий стих написано. Я, еще можно перевести вот это, ледоди, ведоди, можно перевести как, я в моем возлюбленном всецело, а он всецело во мне. Я ему всецело без остат, он на сто процентов принадлежу, он мне на сто процентов принадлежит. И вот, смотрите, сказали, что этот стих, он объясняет нам все еврейские писания. Всю Тору, пророков. Самое интересное, они ведь нашли этот стих в «Песне песней», в книге, в которой нет вообще, как такового, имени Всевышнего Бога. Удивительно, в книге поэтической, в книге, рассказывающей о любви мужчины и женщины. И, значит, и там один из таких вопросов поднимается не только любовь, морковь, как говорится, да, а там еще и вопрос вот непослушания. Помните, вот возлюбленная, она порой, вот я уже на постели, я уже все, я уже маникюр, педикюр, я не хочу подниматься с кровати, значит, там, но возлюбленный, он взял и ушел. Ну, не хочешь, ладно, дорогая, я пошел. И все, мне уже и маникюр, педикюр не хочется уже, и я хочу моего возлюбленного. Открывая его, нету, стала искать, а вопрос непослушания был проявлен, да. То есть, значит, здесь возлюбленный поступил, поступил как Черентана, значит, воспитывая возлюбленную. Да, да, да. Вот, значит, и, в общем-то, ну, и он еще даже еще и жестче поступил, чем Черентана, потому что это возлюбленную поколотили, еще избили, еще, представляете, значит, опозорили, значит, там, дальше в городе. Страж должны были охранять, они еще и избили еще ее. Вот, значит, и вот такая история. Да, и вопрос в чем, что когда возлюбленная с возлюбленным, да, то, ну, никто ее не тронет. Но когда она одна, да, она опозорена. Вы поете эти песни, не знаю, вот, «Мой возлюбленный прекрасен», поете? Там, я вот, опять-таки, всех слов я не помню этих, но... Время пения настало, голубица чистая. Вот он идет, вот он идет, вот он идет, мой возлюбленный глядет. Вот он идет, Бог мой глядет, мой возлюбленный идет. Краше тысячи других, вид его подобен кедру на подножьях золотых. Там, другие купли, это, ну, по песне песней. Вот одна из моих таких любимых очень мелодий, старых еврейских мелодий. И вот действительно, по сути, реформация – это период, когда вот возлюбленная, она пришла в себя, и она возвращается к своему возлюбленному. Да, и история христианства завершится, ну, как в старой доброй сказке, знаете ли, свадьбой. Завершится вообще история церкви, да, завершится браком, свадьбой и вечным уже медовым месяцем с Иисусом Христом на небесах. Вот так вот, как бы. Да, и, ну, это как Билли Грэм, да, его спрашивали там об истории церкви, он говорил, я прочитал Библию до конца, и в конце я понял, что все будет хорошо. Молодец. Сделал правильный вывод, молодец. И, знаете, действительно, значит, мы знаем из Библии, уникально, да, мы знаем, чем история начиналась в церкви, как она начиналась, как, говорится, как закалялась сталь, как постепенно, что там. Наша университета, первые ошибки церкви, первые победы ее, вот, но мы также из Библии знаем, чем завершится вообще история церкви, как она завершится. Вот, и, ну, а вот в этом промежутке между этими событиями все остальное умещается. Ну, и оно, как в Израиле, в Библии недаром же написано об этом все, да, для нашего назидания написано, для нашего исправления. Вот, слава Богу. Так, а время? 25 минут 8-го. Так, отлично. Может быть, по родиному материалу кто-то... Да, вот я и хочу, как раз, да, по времени, вот, вопросы, да, я просто и в древнюю историю, и, не знаю, честно говоря, за один вечер, наверное, больше возбужу вашу ревность к изучению материала. Вот, какие вот вопросы будут из того, что я вот сказал? Вот, как можно сегодняшнюю Пасху, вот, например, еврейский народ, еврейский народ... Мы возвращаясь к Пасхе, да. Да, Пасху праздновал, как выход из рабства египетского, а сегодня христиане празднуют Пасху, как воскресение Христа. А, как это, вот, можно, и зачем это праздновать? Зачем праздновать Пасху? Ну, вообще, наша Пасха – это Христос. Новозаветное откровение, самое важное, наиважнейшее откровение новозаветное, что наша Пасха – это сам Христос. Это сама личность Христа. Я так понимаю, что даже в те далекие времена, когда шла речь об исходе, времена Моисея, да, все равно Христос, он свершал, потому что он есть от века сущий. Он есть и Альфи, и Омега. Я верю, что Машеф, он Христос, присутствовал в народе своем, и он совершал чудо это. По сути, тогда Христос присутствовал. Но тогда шла речь о крови вот этих вот животных на косяках, на перекладинах. Вот, ну, понятно, и в домах делался порог, желобком таким, получается, весь дверной проем был в крови, так или иначе. Вот, значит, а сейчас кровь Иисуса Христа, закланного за нас, Агнца Божьего же, Агнца, вот она для нас святыней является. И как тогда, при последней казни, губитель проходил мимо, то сегодня на нас кровь Иисуса Христа защитой, оградой на косяках нашего разума, нашего сердца, наших семей, наших общин, церквей. Вот на косяках мы призываем кровь Иисуса Христа, и, в общем-то, это главное, ну, скажу так, оружие вообще христианина. Это кровь Агнца Божьего. Вот воспоминания об этом, это самое, ну, скажу так, ну, для тела Христа, ну, самая большая беда, это потеря понимания божественной крови Иисуса Христа. Знаете, как вот обескровленное тело, да, оно близко к смерти, или же умирает потом, потеряв кровь. Так вот, церковь или христианин, теряя понимание крови Христа, он либо близок к смерти, либо уже мертв. Вот, а спасти, возможно, лишь вот этим, действительно, этой кровью Агнца Божьего. Оживотворяет. Оживотворяет.